МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это день, 21 июня 1915 года, считается днём рождения главной картины художника Малевича «Чёрный квадрат». Это одна из самых обсуждаемых работ 20 века. 21 июня 1941 года немецкие войска, расставленные по восточной границе, получили условный сигнал «Дортмунд». Он означал начало наступления на Советский Союз. 21 июня 1944 года началась Сверско-Петрозаводская военная операция Карельского фронта. В этот день, 21 июня, родились поэт Эвильгерин Кюхельбекер, поэт и декабрист, лицейский друг Александра Пушкина, Александр Твардовский советский поэт и общественный деятель, Юрий Кондратюк, один из основоположников космонавтики. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Настоящее имя ученого Юрия Васильевича Кондратюка – Александр Игнатьевич Шаргей. Но взял он псевдоним не для благозвучности имени. Была это мера для сохранения как минимум свободы, а то и жизни. Отец еврея, мать потомок шведов из рода Шлипенбах. Далекий предок был пленен во время шведской войны, добровольно перешел на службу Петру. Это его упоминает Пушкин в Полтаве. Пальбой отбитые дружины, мешаясь, падают во прах, уходит розын сквозь стеснины, сдается пылкий Шлипенбах. Прадед Александр Шаргея уже воевал за Россию в Отечественной войне 1812 года. Но не мог Александр раскрывать подробности своей генеалогии в Советской России. Опасно. До революции в гимназии Александр учился с уклоном в точной науке. Мало того, свободное внеурочное время посвящал им же. Тогда и начались первые его исследования. Как он отметит в письме отцу космонавтики Циолковскому в 1925 году. Над вопросами межпланетного сообщения я работаю уже 12 лет. С 16-летнего возраста, с тех пор, как я определил осуществимость вылета с Земли. В те же годы появилась специальная тетрадь, куда он заносил кажущиеся фантастическими космические проекты. Учеба его проходила в самое неспокойное время. В Петроградском политехе учился всего три месяца после мобилизации на Кавказский фронт Первой мировой войны. В братоубийственной гражданской участвовать не хотел. Однако после взятия Киева Красной Армии пытался бежать за границу, но был остановлен. Тогда ему и пришлось принять другое имя и через родственников получить документы человека, умершего от туберкулеза. В 20-е годы Шаргей, уже Кондратюк, кочевал по южным регионам, от Украины до Кавказа, нанимаясь на любую работу, чтобы прокормить себя. Смазчиком вагонов на сахарном заводе. По вечерам же продолжал работу по космонавтике. В 25-м году он закончил уже третью редакцию рукописи о межпланетных путешествиях и решил отправить ее в Москву, в главнауку. В нем он сформулировал траекторию полета к Луне. Его изыскания через 40 лет легли в основу американской полетной программы «Аполлон». Это, не стесняясь, признавали и в Штатах. А в Москве ему тогда отказали в издании книги. Во второй половине 20-х годов Кондратюк утрудился уже в Новосибирске, проектировал рекордный элеватор вместимостью 13 тысяч тонн. Строение благополучно дожило до 90-х годов и было разрушено пожаром. Достижение принесло не славу, а арест. Инженера обвинили во вредительстве. Гигантский элеватор держался без гвоздей. Комиссия посчитала, что он попросту развалится. Признание об овредительстве он не подписал, а это обошлось ему в 11 зубов на допросах с пристрастием. Инженерный гений уберег Кондратюка от лагерей. Он попал в специализированное КБ для заключенных. Там он узнал о конкурсе наркомата тяжелой промышленности. Собирались лучшие проекты и ветроэлектростанции в Крыму. Его предложение вызвало интерес наркома Рджоникидзе, который ходатайствовал о досрочном освобождении. Остав вышки Кондратюка до сих пор стоит над Ялтой. А еще скажем, что инженер Никитин, автор Останкинской телебашни, тогда работал с группой Кондратюка. Никитин позже не скрывал, что основывался на чертежах, разработанных совместно с Юрием Васильевичем. 6 июля 1941 года инженер ушел добровольцем на фронт, а потом и погиб в бою. Мужественный человек и блестящий ум, почти не признанный при жизни. Только в 1964 году опубликована главная работа его жизни с пророческим названием «Тем, кто будет читать, чтобы строить». И хоть широкое признание он получил много позже, Кондратюка действительно читали, чтобы строить, строили и покоряли космос.